Привет! Я Леонид Парфёнов. Это 1955 год. События, люди, явления, определившие образ жизни. То без чего нас невозможно представить. Ещё труднее понять. Очередной год. Очередная серия. Жуков, министр обороны. Сердечно поздравить вас с всенародным праздником 37-й годовщиной Советской армии и военно-морского флота. Хинди-Руси-Пхай-Пхай. Выпускают капроновые чулки. В ФРГ возвращаются последние пленные. В ГДР Дрезденская галерея. Найдены исчезнувшие сокровища Дрезденской галереи. Метро в Ленинграде. Завершено крупнейшее сооружение в истории Ленинграда. Первая очередь подземной железной дороги. Поёт Лолита Торрес. Сокращают советскую армию. Тито больше не бандит. Иосиф Ростито поблагодарил советский народ за тёплое отношение к Югославии. Эдуард Стрельцов. Суперзвезда советского футбола. А вы о том не забудьте обращать к вам. 15 ноября 1955 года. Радостно встретили ленинградцы в день открытия метрополитена. В 1955 году второе метро в СССР пускают в Ленинграде, втором городе СССР с его тогдашним населением 2,5 миллиона человек. Из-за тамошних болотистых почв подземные тоннели прокладывают особенно глубоко. Кинокадры, снятые в разные периоды строительства метро, напоминают нам о минувших днях, полных напряжённого творческого труда. На всех этапах строительства ленинградцам помогали опыт и знания москвичей. Чуть больше 11 километров путей, 8 станций, общее время в пути – 17 минут. Это вчетверо быстрее, чем наземным транспортом. Новая подземная железная дорога удобна и красива. Архитектурное оформление станции посвящено славной истории города-героя. Выглядит метро по-московски. Похоже на павильон ВДНХ, здание станции Площадь Восстания, перроны оформлены помпезно, особенно впечатляют витые хрустальные колонны станции Автова. Колонны из прочнейшего художественного стекла придают станции нарядный праздничный вид. Почти готовую станцию Сталинская переименовывают в Нарвскую. Мозаичный портрет вождя закладывают мраморными плитами. Через два года метро пройдет под Невой на глубине 70 метров. В 1961-м впервые применят сугубо ленинградский прием – закрытый перрон, где двери открываются вместе с дверями подошедших вагонов. В Таврический дворец прибыл Климент Ефремович Ворошилов для вручения правительственных наград участникам строительства в первой очереди ленинградского метро имени Ленина. В колхозе имени Маленкова у заведующего фермой Уматова весной особенно много забот. Очередной этап борьбы за полную власть в Кремле. Наследник Сталина Георгий Маленков смещен со сталинского поста председателя Совета Министров СССР. Следующие три года первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев будет править в тандеме с премьером Николаем Булганином. Председательствующий на совместном заседании Совета Союза и Совета Национальностей, председатель Совета Союза, депутат Волков, предоставляет слово председателю Совета Министров СССР Булганину. Прежде ключевой, пост председателя Совета Министров достается Булганину, как явно второму в Дум-Верате. Через год, после 20-го съезда КПСС, Хрущев станет уже безусловным вождем и будет брать премьера в заграничные поездки лишь ради протокольных приличий. В Хельсинки торжественно встречали товарищей Булганина и Хрущева, приехавших в Финляндию по приглашению правительства и президента республики с дружественным визитом. Председатель Совета Министров СССР Булганин от себя и от имени члена Президиума Верховного Совета СССР Хрущева поблагодарил за теплую встречу и отметил, что в основе советско-финляндских отношений лежат незыблемые принципы мирного сосуществования. В 1957-м Булганин ошибется во внутрипартийной борьбе, поддержит противников Хрущева. Бывшего премьера и министра обороны лишат маршальского звания, сошлют в Ставрополь председателем Совнархоза и вычеркнут из официальной советской истории. СССР и без того контролирующий страны Восточной Европы образует из них военно-политическую организацию «Варшавский договор». Лидеры коммунистического мира встречаются в Варшаве для подписания договора, который станет их ответом НАТО. Тысячи жителей Варшавы собрались, чтобы увидеть участников этой встречи, в том числе стоящего на трибуне советского премьера Булганина. Он учрежден в столице Польши, но все командование советское и штаб находится в Москве. Военно-политическое разделение Европы закреплено официально. Блоку НАТО, куда теперь вступила и Западная Германия, противостоят СССР и семь стран Восточной Европы Албания, Болгария, Венгрия, Восточная Германия, ГДР, Польша, Румыния и Чехословакия. Варшавский договор декларирует невмешательство во внутренние дела. Но когда в следующем году Венгрия попытается уйти, ее силой удержит советская армия. Бои продолжаются уже много дней. Временами одерживает верх правительства, временами повстанцы. Как раньше было с ГДР, а позже случится с Чехословакией. Только удаленной маленькой Албании удастся выйти из договора к своему покровителю Китаю. Все решения принимаются в Кремле, главнокомандующим и главой штаба, объединенных вооруженных сил всегда будут советские военачальники. Назначен маршал Советского Союза товарищ Конев. Командовать объединенными армиями будет маршал Конев, увенчанный наградами ветеран Второй мировой войны. Стена казалась монолитом, но и она не устояла перед ходом времени. После падения железного занавеса и краха социализма все бывшие советские сателлиты, участники Варшавского договора, поспешат вступить в НАТО. Центральная магистраль столицы, улица Горького. А это Москва до Ленина и Сталина. Дремотная ленивая тишина. Кто узнает теперь эту старую Тверскую? Постановление ЦК КПСС и правительство СССР в 1955-м объявляет прежний официальный архитектурный стиль сталинский ампир украшательским и требует устранения излишеств. Власть намерена впредь вести почти только типовое строительство эконом-класса. Ну, вот как это. Но и сама власть, и население, квартиры будут предпочитать все же в сталинских домах. Пять миллионов человек в нашей стране могут с гордостью сказать «Я строитель». Законная гордость. Сталинский ампир теперь считается дважды чуждым. Как помпезный и как расточительный. Советскую архитектуру должны отличать простота, строгость форм и экономичность решений. В доме с декоративными аркадами на улице Чкалова в Москве стоимость квадратного метра жилой площади 3400 рублей, когда можно строить и в два-три раза дешевле. Жилищная проблема одна из острейших социальных проблем человечества. Шумный город просыпается, дыша курицы прохладают, солнце в небо поднимается вместе с нашей бригадой. Разом ликвидируется вся прежняя школа зодчества. Упразднена Академия архитектуры СССР как рассадница стиля излишеств. Сняты со своих постов главные архитекторы крупных городов и руководители ведущих мастерских. Иван Шаповалов и его бригада коммунистического труда ведут монтаж легко, уверенно. Ни одна страна в мире не знает таких темпов и масштабов жилищного строительства. Отобрали даже врученные ранее сталинские премии за тот самый дом на Чкалова и за одну из высоток гостиницу Ленинградская. Власть, как единый девелопер и риэлтор страны, велит подготовить ранжир. Какими должны быть двух, трех, четырех и пятиэтажные дома? Какими школы, больницы, кинотеатры, настолько-то учеников, коек, зрителей? Архитектура сведена к стандартам, а градостроительным символом новой эпохи скоро станут блочные хрущевки. А ленинградские инженеры предложили еще один оригинальный метод скоростного домостроения. На этой схеме вы видите, как дом собирается из целых этажей без помощи подъемного крана. Это быстро, удобно и дешево. В конце 1950-х еще строят кирпичные дома без украшательских излишеств, но по старым параметрам. Потолки, опять-таки, гордо именуемые сталинскими, повыше, просторнее комнаты и кухни, санузлы раздельные, само начальство так и не переедет из разруганных им сталинок в прогрессивные хрущевки, а со временем закажет себе дома улучшенной планировки, тоже совсем не типовые. Австрия единственная освобожденная Красной Армией страна, которая не стала социалистической. Даже в советской зоне оккупации. Войска бывших союзников выводятся одновременно. Австрийский нейтралитет будет к СССР дружественным, почти как финские. Вена. 27 июля вступил в силу государственный договор о восстановлении независимой и демократической Австрии. После войны Австрия, как и Германия, поделена на четыре контролируемых союзниками зоны. СССР, США, Великобритании и Франции. Но выборы в них проходят всеобщие, и на них коммунисты получают всего 5% голосов. Переговоры о государственном статусе Австрии затягиваются, оккупация длится 10 лет. После вступления ФРГ в НАТО и образования Варшавского договора всех устраивает вариант австрийского нейтралитета. Начинается торжественная церемония спуска флагов четырех держав над зданием союзнической комиссии. Торжественная церемония закончена. Площадь покидают комендантские подразделения войск советских, американских, французских, английских. Вене советским лидерам будет удобно встречаться с американскими президентами. Хрущеву с Кеннеди. Президент Кеннеди, приветствуя главу советского правительства, говорит, я рад вас видеть, господин председатель. И я вас, отвечает Никита Сергеевич. Брежневу с Картером. На представлении в знаменитой Венской опере присутствовали Леонид Ильич Брежнев и Джимми Картер. Их сопровождал президент Австрии Кир Шлегер. Когда СССР под давлением Запада лететь в Вену, а уже оттуда, в Израиль или в США. Капиталистическая, но не враждебная. Такой будет восприниматься Австрия в СССР. Медаль за взятие Вены останется исключением. Остальные такие медали за города СССР или столицы стран-сателлитов. А Вену, получается, взяли, но ненадолго. В Советский прокат выходит аргентинский музыкальный фильм «Возраст любви». На экранах страны живет, поет и танцует Лолита Торрес, посланница далекого страстного континента. С нее начинается безграничная любовь массового советского, а потом российского зрителя к латиноамериканскому кино. Так, это ты новенькая? Как видишь. Я Ливира Кастилия. Тебя как зовут? Анна Мария Рассалис. Ну что, пойдем познакомить тебя с остальными? Огромная, изобильная, не знавшая войны, Аргентина в своем кино занята только сердечными страданиями и артистическими карьерами. Сегодня в театре Империо состоится прощальное выступление Соледад Риалис в новом ревю в Испанию. Лолита Торрес играет сразу и влюбленную маму-певицу Соледад Риалис, и влюбленную дочь-певицу Анну-Марию Рассалис, исполняя как бы два разных репертуарах. У песен огромный успех в оригинале, но их еще переводят на русский и выпускают в исполнении Александра Коваленко отдельной пластинкой. Лолита Торрес впервые приедет в СССР только в 1963-м, но мода на возраст любви еще не пройдет. Всего же госконцерт привезет артистку на гастроли 14 раз. Считается, что из-за этих визитов советским девочкам начнут давать неведомое прежде имя Лолита. Для своих советских концертов Торрес выучит очи черные. Очи черные, очи страшные, очи сгучные и прекрасные. Бюджет страны не выдерживает колоссальных военных расходов. Все 10 лет своего правления Никита Хрущев будет пытаться сократить денежные траты, производство оружия и численность армии. Дай Бог, чтобы нам никогда эти бомбы не взрывать. Военное ассигнование Хрущев называет бюджетным гробом. Мол, мы от них без всякого врага. Сами погибнем, разоримся. Если наш ядерный заряд долетит куда угодно, зачем нам разбрасывать по всему миру армейские гарнизоны. В 1955 году в советских вооруженных силах 5 миллионов 700 тысяч человек. Хрущев ставит задачу вернуть к созидательному труду больше половины из них. Мы, знаете, буквально в 2-3 года сделаем чудеса. Этот план не выполнят. По западным оценкам наименьшим число военных будет в 1961 году 3 миллиона человек. СССР выводит войска из Румынии и Австрии, ликвидирует военные базы в Финляндии и Китае, сокращает группировки в ГДР, Польше и Венгрии. Министром обороны СССР в 1955 году становится самый знаменитый советский военачальник, трижды герой Советского Союза, маршал Советского Союза Георгий Жуков. Мы победили, пацаны, что на смерть победы наш великий вождь и гениальный полководец маршал Советского Союза Сталин. После войны Жуков был в опале и только в 1952 Сталин восстановил его в кандидатах в члены Центрального Комитета Партии. Назначение Жукова на пост главы военного ведомства кажется логичным и даже долгожданным. Новый министр продолжает сокращать армию еще кардинальнее флот. Жуков будет руководить и разработкой плана Вихрь. По нему в 1956 году советская армия подавит Будапештское восстание. Как раз когда с венгерским антисоветским мятежом покончено у министра маршала 60-летие и его сделают единственным тогда четырежды героем Советского Союза. Не нравится мне этот маршал Тита скажет Сталин в 48 году уже после того как будет подписан договор о дружбе взаимной помощи и послевоенном сотрудничестве между СССР и Югославией лицемерят. После семи лет ожесточенной враждебности нормализация отношений с Югославией. Она происходит на условиях Белграда. То есть Москва признает свои обвинения ошибочными, а бывший югославский изменник Тита остается при своей особой модели социализма. Свергнуть бывшего союзника даже Сталину не удалось. А теперь и подавно не получится. Режим президента и лидера Компартии Иосипа Брос Тита получил поддержку Запада и укрепился. В Елисейском дворце президент Французской республики Рене Коти вручил маршалу Тита высший военный орден. Прилетев в Белград, Хрущев говорит, что сожалеет о произошедшем и предлагает обсудить все по-братски. В часы отдыха товарищи Хрущев и Булганин вместе с президентом Тито отправились на прогулку по Адриатическому морю. На призывы к социалистической интеграции хозяева отвечают уклончиво. Советскую делегацию везут по стране, на курортах Адриатики полно западных туристов, Югославия выглядит благополучнее не только СССР, но и европейских соцстран. Со временем Москва признает югославский вариант социализма, но к прежнему послевоенному положению старшего и младшего братьев вернуться уже будет невозможно. Состоялось также подписание декларации об отношениях между Союзом Коммунистов Югославии и Коммунистической Партией Советского Союза. Декларацию подписали первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической Партии Советского Союза Никита Сергеевич Хрущев и генеральный секретарь Союза Коммунистов Югославии Иосиф Брос Титер Впервые в СССР освоено массовое производство чулок из нейлона. Их называют капроновыми и даже из искусственного шелка. Нейлоновые чулки освоены на Западе перед Второй мировой войной. В СССР их начали понемногу производить после победы на трофейном немецком оборудовании. Теперь на новых чехословацких машинах выпускают по 30 миллионов пар чулок в год. Полупрозрачные галантерейные изделия производят эффект второй кожи. Нога вроде обнажена, но стянута. Она постройнела и будто загорела. Для удовлетворения растущих потребностей населения в товарах широкого потребления в нашей стране увеличивается массовое производство трикотажа. Только чулочно-носочных изделий в последнем году семилетки будет выпущено свыше миллиарда пар. Качество чулок из соцстран гораздо выше, но в целом в 1960-е годы уже большинство горожанок будут носить отечественные или импортные капроновые чулки, пока не появятся капроновые колготки. Капроновые чулки с дырками или стрелками не выбрасывают, пытаясь зашивать, но не так рьяно, как прежде хлопковые. Старыми чулками конопатят рамы на зиму. Сложенный и простроченный на швейной машинке чулок превращается в мочалку для мытья посуды. А еще чулок можно набивать луковицами. Очень удобно для хранения. Капрон пропускает воздух, а шелуха не осыпается. Конрад Аденауэр, канцлер непризнанной СССР Федеративной Республики Германии наносит визит в Москву. До сих пор ФРГ считалась у советской пропаганды страной реваншистов, даже фашистских недобитков, вскармливаемых США. А теперь СССР устанавливает с этой германской недемократической республикой дипломатические отношения, и на родину возвращаются последние немецкие военнопленные. В советском плену находилось около трех миллионов немцев. До миллиона умерли, остальных понемногу освобождали, но и до сих пор их остается около десяти тысяч человек. 8 сентября в Москву по приглашению советского правительства прибывала правительственная делегация Германской Федеральной Республики. В дипотношениях с ФРГ Кремль заинтересован. С признанной капиталистической Западной Германией проще преодолеть международную изоляцию социалистической Восточной Германии. Но переговоры идут трудно. На замечание главы советского МИДа Молотова, что в Германии еще не изжит гитлеризм, 79-летний канцлер, дважды сидевший в застенках гестапо, вскипит. А кто укреплял его? Кто заключал с Гитлером соглашение? Вы или я? Договариваются, что сначала дипотношения, а потом, под честное слово Хрущева, выдача пленных. У Ешая, Аденауэр заявляет на пресс-конференции о неокончательных восточных границах Германии. В своем заявлении канцлер Аденауэр выразил надежду, что приезд к правительственной делегации Германской Федеральной Республики явится началом установления нормальных, хороших отношений между Советским Союзом и Германией. Дома его встречают как вызволителя соотечественников. Во многих советских городах после пленных немцев остаются построенные ими жилые кварталы. Опрятные кирпичные оштукатуренные дома, чаще двухэтажные, на 16 квартир. По тем временам это совсем неплохое жилье. В конце 20 века при втором русском капитализме их нижние этажи почти везде займут маленькие магазины и службы сервиса. Вывезенную в 1945 в Москву роскошную коллекцию картин из Дрезденской галереи старых мастеров Советский Союз передает Германской Демократической Республике, ну, вроде как правоприемнице художественных ценностей Королевства Саксонии. Это ведь важный вопрос, чтобы ГДР, меньшая часть Германии, тоже считалась наследницей многовековой историей Великой Европейской Державы. В ФРГ есть свой Лувр, Мюнхенская Пинокотека. Надо, чтобы и в ГДР была своя живописная сокровищница. Солдаты маршала Конева, выдающегося полководца Великой Отечественной войны, обнаружили в глубине тоннеля в местечке Гросскота возле Дрездена товарный вагон. За сухими строчками воинского донесения и ликования найдены исчезнувшие сокровища Трезденской галереи. Коллекция сравнительно невелика, но очень высокого уровня. Веласкес, Вермеер, Дюрер, Рембрандт, Рубенс, Тициан, главное сокровище Сикстинская Мадонна Рафаэля. Он написал ее в последние годы своей недолгой жизни, около 1515 года, для монастырской церкви Святого Сикста Печензе. Почему она и называется Сикстинской? Вывезя коллекцию из Германии в конце войны, ее явно собирались включить в экспозицию Государственного музея изобразительных искусств, но потом засекретили и держали под замком все годы. Возвратить полотна немцам или, наконец, открыто объявить их своими трофеями? После обсуждения в Кремле решение принимает, видимо, лично Хрущев. Он украшает великодушным жестом свой первый визит в ГДР. Выставка из 515 картин перед отъездом на 3,5 месяца открывается в Москве. Ее посещают миллион 200 тысяч человек. Пресса умиляется прощанию советских людей с Сикстинской Мадонной. Без знакомства, которое могло бы продолжаться 10 лет. Портрет молодого человека. Работа немецкого художника Дзюрера. Первый из картин, передаваемых Германской Демократической Республики. Передача «Сокровищ Дрезденской галереи» началась. В 1955 году в сборной СССР дебютирует 17-летний игрок московского торпеда Эдуард Стрельцов. Уже в первом своем матче со сборной Швеции он забивает три гола и станет самым знаменитым нападающим в самой успешной эпохе отечественного футбола. Второго мая в матче на первенце страны по футболу встретили историчные команды «Спартак» и «Торпеда». Игра началась в стремительном темпе. Прирожденный центр форвард Стрельцов прекрасно видит поле, проходит любую оборону противника, владеет уникальным пасом пяткой. В 1955 он лучший бомбардир чемпионата СССР. В 1956 советская футбольная сборная с его участием выигрывает Олимпийские игры в Мельбурне. на 100 дней сезона 57-го года у Стрельцова приходится 31 гол. Совсем молодой парень с первой же игры любимец трибун. Стрельцов погуляет в большой компании на чужой даче с девушками. На утро одна из них подаст заявление об изнасиловании. Через несколько дней она напишет в милицию, что Стрельцова прощает, но как зарвавшуюся звезду форварда решат посадить на 12 лет. Условно-досрочно освобожденным Стрельцов выйдет на поле через 6 лет и еще успеет снова стать лучшим футболистом страны. Хинди, Руси, Пхай, Пхай. Советская пропаганда подхватывает индийский лозунг «Индийцы и русские братья». Его на языке оригинала использует пресса и даже Никита Хрущев в своей речи во время визита в Индию. Дружба со вторым азиатским гигантом будет для СССР очень кстати при расстройстве братства с первым азиатским гигантом Китаем. В 1954 году индийский сосед-соперник Пакистан подписал договор о военном сотрудничестве с США и Кремлю ясно против кого дружить. В июне 1955 индийского премьер-министра Джавахарлала Неру первым встречают в Москве в новом формате не только церемония в аэропорту, а проезд по городу в открытом лимузине мимо тысяч приветствующих москвичей. 22 июня в Кремль вместе со своей дочерью Индирой Ганди прибыл премьер-министр Индии Джавахарлау Неру. Индия получила независимость 8 лет назад. 17 ноября на центральный аэродром столицы прибыли отправляющиеся с дружественным визитом в Индию председатель Совета Министров СССР Булганин и член Президиума Верховного Совета СССР Хрущев. Хрущев и Булганин посещают ее с ответным визитом первыми из лидеров великих держав и восторженные толпы народа не раз останавливают кортеж Индийские правила гостеприимства требуют чтобы прием дома превзошел прием устроенный премьер-министру Неру Москвой Дели приветствует двух русских лидеров так чтобы это запомнилось им надолго Хрущев заявляет о признании индийского суверенитета над Кашмиром территорией оспариваемой Пакистаном Эти особые отношения с Индией уже навсегда СССР поддерживает строительство в стране объектов тяжелой индустрии предоставляет льготные кредиты снабжает вооружением Индийская армия стоит на страже независимости Родины ее батальонами и полками командуют теперь свои индийские офицеры При этом Индия останется не присоединившейся страной лидером одноименного движения Тихо едет в армию из него человека сделает Кто же мне заступник нашелся не достоин честь солдатскую запятная В 1955 выходят сразу два советских фильма про то как армия из непутевого призывника человека делает цветной солдат Иван Бровкин и черно-белый Максим Перепелица Русский Иван Бровкин Леонид Харитонов просто недотепа Эй Бровкин Ты что, голубчик под шутень вздумал? Она сама вырвалась загаживала Я ее Украинец Максим Перепелица Леонид Быков еще и хитрец проказник отлынивающий от работы Было бы лучше в это время кушать грушевый компот лично для меня Ну а ты А что ты не на кухне? Там ребята душевные ценят Но советская армия любого перевоспитает Бровкин получит звание Ефрейтера Особо отмечаю четкую умелую работу наводчика Как я угрожаю? Ефрейтер Бровкин товарищ полковник Ефрейтера Бровкина Перепелица младшего сержанта Это что? Галмандирский? Сержантский Ох, скажи ты! Ха-ха! Кажется, ребята служат в соседних подразделениях Обоих парней дождутся девушки Ивана Любаша Максима Маруся Ты знаешь, когда увидел, что ты горбуза в хату понесла думал, для меня Тебе горбуза Максим Да я для тебя Вышитыми ручниками дорожку в хату Бысти Известная актриса Татьяна Пельцер в Бровкине солдатская мать Дорогая мама Это тебе письмо Тетя должен быть, конечно Я у него одна мама А в Перепелице бабка-соседка Ну как тебе растолковать Вот у нас обычай такой В фильме Максим Перепелица вся страна впервые видит автомат Калашникова главное стрелковое оружие советской армии Танк выведен из строя А как же воевать? Соображайте Трактористы, пушка вниз Отделение за мной Самусь прикрой огнем Вася, давай А ну действуй, как я И впервые слышит В путь Главную строевую песню Советской армии Пусть враги И запомнят это Неглазимо говорим Вы прошли, прошли С тобой под свет Если надо, повторим Угроза, если что Можем повторить Свой приход куда-то Останется надолго Вы смотрели События, люди, явления 1955 года Следующая серия Год 1956 Сборная СССР по футболу Выиграла Олимпиаду Первый автомобиль Волга С оленем 20-й съезд Осудил культ личности Сталина Расстрелы в Тбилиси Японии обещаны Два южнокурильских острова Открытый стадион Лужники И театр Современник Антисоветское восстание В Венгрии Первая советская Нобелевская премия Академику Семенову До следующей серии И следующего года Счастливо Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин